ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, с вами Осьминог Бесконечности, Александр Шадов. Прожариваем вас здесь. Сегодня я жарю. Короче, вы поняли. Так, сегодня нас ждет техничный и высокий интеллектуальный юмор. Я расскажу вам о своей жизни. Если вы смеетесь, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты, там, не знаю, вставать на колени, гавкать, поздравлять меня там с офигенным стендапом. Я, честно говоря, чувствую себя неловко. Это мой первый стендап. Никогда не записывал стендапы, и вдруг мне заказали сделать стендап, а я такой, что, блядь, нахуй, что за долбоёб, это вообще мог придумать, ёб твою мать. А потом говорю, спасибо за донат, все дела. Да, очень неудобно, очень некомфортно. Да, вот такие шутки импровизационные будут проскакивать здесь на протяжении всего стендапа, стендапа, потому что я не уверен, что я сделал достаточно большое количество текста для того, чтобы вас смешить в течение двух часов. Ну, я думаю, вы поняли. Я вообще не уверен, что вы будете смеяться, на самом деле, потому что все эти технические ебучие написанные шутки в стиле сетап, панчлайн. Да, блядь, я там даже не понял, где сетап, где панчлайн. Ну, короче, сами выйдите сейчас. Так вот. Поехали, поехали, поехали. Разогнались, ребят, разогнались. Вот мы уже подходим к началу. Вот мы уже подступили, мы уже подступили к стартовой ступени. Давайте же, давайте же вот уже вот сейчас вот соприкоснёмся с прекрасным. Давайте прикоснёмся к искусству, да, собственно, руками. Рад всех вас видеть в этом большом, прекрасном, просторном зале. Я буду стоять перед вами. Да, и в принципе, это всё, что здесь есть от стендапа, на самом деле. Ну, это да, ну, это да. Так вот. Да, друзья, я реально кандидат наук. Я реально кандидат наук. Если вы на моём канале обитаете, я думаю, вы об этом знаете. Ну, и люди меня обычно спрашивают, а вот каких ты кандидат наук? А я им отвечаю, что по философии. К сожалению, после этого диалог обычно заканчивается. Да, спасибо. Вот это неприятно. Неприятная ситуация, да. Ну, так вот. Я, конечно, всё понимаю. Ну, в нашем обществе люди не одобряют философов. Мол, у нас есть физики, у нас есть медики, у нас есть гуманитарии. Ну, и с ними ещё можно смириться, с этими, там, гуманитариями. Ну, там, со всякими вот этими вот, там, социологами, там, психологами. Да, всех, кого люди ненавидят более-менее. Ну, с ними ещё можно смириться. Это действительно так. Ну, вот философы... Не, ну нахуй их. Ну, их нахуй. Чем они вообще занимаются? Да, чё-то там рассуждают на абстрактной теме. Ну, вы знаете, вот эта вся философия, абстрактная, общие вопросы, вот эта вся хуйня. Ну, вы знаете, да, как вот обычно у обывателей представление, какое философия. Ну, тут следует заметить, что, чел, блядь, представители всех наук рассуждают на абстрактные темы и общие вопросы. Ну, может быть, за речайшим исключением. Ну, даже, даже не так, да даже к чёртовы ботаники они берут, классифицируют, сводят частное к общему. И рассуждают на уровне высокой абстракции. Чел, ты тупой, понимаешь, если ты не понимаешь этого. Абстракция это одно из важнейших звеньев европейского познания вообще. Да, 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 да. Да, да, вот именно что, вот именно что. Ну, ладно, всё, образовательный экскурс здесь подошёл к концу. Для умственно отсталых, я думаю, мы здесь уже всё прояснили. Да, умственно отсталые, знали. А ну-ка, подайте голос. Да, спасибо, спасибо большое. Ну, и после таких вот комментариев со мной обычно люди вообще не хотят разговаривать. Ну, ебать, что тут делать. Ну, и ладно, что с того. Часто, я часто отталкиваю людей, потому что им кажется, что я ставлю себя выше других. Ну, и на самом деле не кажется так-то. Да, я тут ещё высокомерный ублюдок. А зачем, по-вашему, я кандидатскую получал? Зачем, по-вашему, я начинаю разговаривать с людьми фразой? Привет, я кандидат наук. Типа, привет, я кандидат наук, да, рад познакомиться. А имя какое? Кандидат, кандидат, записывай, кандидат. А фамилия наук, действительно. Так вот, да, это уже, это, это было. Вот, 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 в конце уже импровизация была, чтобы вы понимали. Это не написанный текст, это я уже придумал. Ну, вы понимаете. Да, ребят, мы всё ещё волнуемся, мы всё ещё не привыкли, нам всё ещё не комфортно. Вам всё ещё не комфортно, мне всё ещё не комфортно. Всем, кто это посмотрит, всё ещё не комфортно. Но так и задумано, на самом деле, по-другому быть и не могло. Так что готовьтесь. А, кстати, да, больше всего меня бесит, что у людей вокруг редко когда бывают целостные непротиворечивые убеждения. Ну, то есть полноценное мировоззрение. На факультете философии мы разбирали тему мировоззрения, мол, мировоззрение есть у каждого человека. И это нихуя неправда, на самом деле. По-другому человеку в голове не мировоззрение, а просто каша из рандомных представлений и понятий. Ну, то есть там коммунизм, православие, одновременно, одновременно. Они как будто бы не противоречат друг другу, да, никаких конфликтов исторических не было. Как будто бы коммунисты, они не атеисты, да, должны быть по канону, а православные как будто бы и в бога уже можно даже не особо верить, лишь бы там культуру, храмы и вот это вот всё поддерживать. Ну, вы понимаете, вы понимаете. То есть у большинства людей просто в голове тотальная каша перемешанных в понятии всякой тупости. И это очень странно. Да, я окажусь им высокомерным. Но, конечно, я могу предположить, что людей отпугивает ещё и то, что я маньяк и людоед. Но это, да ладно, это мы обсудим чуть-чуть позже. Да, это выясняется чуть-чуть позже, когда снотворное, подсыпанное в чай, начинает действовать. Да, 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 да. Ну и, соответственно, мы сегодня тоже немножко ещё поговорим про людоедство, про маньячество. Я думаю, вы здесь ради этого и собрались, друзья. Я думаю, мы здесь собрались ради того, чтобы узнать, насколько же всё-таки я людоед и маньяк. Ну, вообще-то, кандидатская мне очень много где помогла. Например, когда меня критикуют в интернете, я всегда пишу, что являюсь кандидатом наук. Главное, не говорить каких. И всё хорошо. Да, действительно. Да нет, действительно, это нередко работает. Люди вообще очень сильно уважают учёных. И тут дело чаще всего заключается в том, что... Ну, в том, кто первым наденет халат. Вот я надеваю халат, всё, я учёный. У меня кандидатская, а у тебя нет. Давай, давай, браток. Давай, расскажи. Кто в халате, тот и санитар вообще-то. Да. А вам, наверное, интересно, как кандидаты наук здороваются, знакомятся с девушками. Вот, я думаю, вы вообще любите, да, девушек. Хотите с ними познакомиться. Девушки, я думаю, вы тоже любите, когда с вами знакомятся. В скобочках нет. И когда к вам подходит настоящий кандидат наук, сейчас мы узнаем. Так мы знакомимся с ними, как и все остальные. Только вместо дикпиков мы цылаем свою кандидатскую диссертацию. Всё вполне... Это действительно очень просто. Ну, пацаны, вы обычно, я знаю, берёте в конвертик, засовываете свой дикпик. А, нет, кандидатская. Кандидатская по философии секса всегда заходит на ура, честно говоря. Я ещё видео по сексу отсылаю своё, мою лекцию, мою любимую лекцию по сексу. Ну, её тоже, наверное, знаете, если вы у нас на канале находитесь. Сразу вместо лишних слов показываю свои компетенции, чтобы уж точно никто не заблуждался. Так, ладно, 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 друзья, шутки шутками. Но мы здесь собрались для того, чтобы пройти кандидатский курс пикапа, вообще-то. Если что, то вы имеете дело с профессионалом. В игре Супер Садьюцер я всегда выбивал рейтинг Казанова, так что вы знаете, с кем вы общаетесь. Я профи, я мастер, я гуру, я лучший, я лучший из лучших, вообще-то, в своём деле. Казанова с тотальной, постоянно, постоянно Казанова, в общем-то, да. Я всё знаю про женщин, друзья, я всё знаю про женщин, я всегда побеждаю. И вы можете быть уверены в том, что мои советы обязательно вам помогут. Так вот, мы подходим к девушке и сразу показываем свои достоинства. К примеру, я с собой всегда ношу полный список научных публикаций. Она точно хочет увидеть мою библиографию, я в этом уверен. Да, 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 да. Ну, ладно, ну, конечно, это работает только на умных девушках. Глупые нам и не нужны. Вообще, мы должны делать ставку на самоуверенность и крутость, когда будем рассказывать о результатах своей научной работы, я полагаю. Правильно же, друзья? Например, я исследовал свойства воображения в рамках онтологии Мартина Хайдеггера. А теперь ты должна отдать мне свои трусы. Нет, это не всегда. Вы не подумайте, вы не подумайте. Конечно, это так не работает. Это так просто попросить у девушки трусы. Ну, вообще, я всегда так и делаю. Ну, ладно, 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 друзья, это всё нормально. Это всё хорошо, вы не переживайте. Да. Вообще, было бы неплохо, если бы девушки отдавались интеллектуалам без особых проблем. Ты ей говоришь, я бы хотел поступать с тобой так, как поступал Фуко. Она бы поинтересовалась, а это как? А вы отвечаете. Надзирать и наказывать. Мне очень жаль, что девушки не особо ценят мужской интеллект. У половины в тиндерах написано, что они сапиосексуалки, конечно же. То есть, испытывают сексуальное возбуждение от интеллекта. При этом ни одна из них не имеет кандидатских и докторских степеней. Это же парадоксально. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно, я считаю. Не, ну ладно, ладно, это шутка. Дело не в степенях. Конечно же, дело не в степенях. Но в среднем проблема заключается в том, что они сами, очевидно, глупые. Им нужен умный мужик, но они не читают книги и не ведут интеллектуальную деятельность ни в каком виде. Интересно, как они собираются оценивать уровень интеллекта? По очкам? Ну, вот у меня их, например, нет. Я очки не ношу. Я же серьезно. У человека нет интеллектуальной компетенции. Вот у девушки, которая выбирает. Она в лучшем случае считает книги в духе «богатый папа, бедный папа» и «несы». Сапиосексуалка. Сапиосексуалка считает «несы» и на полном серьезе, заявляет «я люблю умных мужчин». Это же кринж. Как она собирается оценивать интеллект потенциального партнера? Она, блядь, Курпатова смотрит. Человек смотрит Курпатова. Подумайте об этом. Подумайте. Просто сэнкебратный. Рил-ток. Рил-ток. Как можно любить Курпатова вообще, если у вас есть хотя бы одна извилина в голове? Ну, вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Не просто же так книжки Курпатова для супер-мега-интеллектуалов стоят на отдельных красных полках буквоедия. Это же явно реклама для умных людей. Умные люди приходят такие, в буквы, а что бы мне почитать сегодня? Что бы мне почитать? Ой, тут, не знаю, совсем чуть-чуть Фуко, совсем чуть-чуть Фрейда. О, целая полка с Курпатовым. Какая интересная литература. Надо бы прочитать эту прекрасную литературу. Да, именно так вот. Приходит человек выбирать книги. Ну, еще непонятно с этими женщинами. А они на какой-то своей волне, друзья. Так вот. Ну, раз уж мы заговорили о девушках и эффективных способах знакомства с ними, то можно перейти к теме изнасилований. Ну, все-таки, это действительно самый эффективный способ знакомства. Траду, так скажем, к делу. Траду к делу приступаем. Зачем отвлекаться на что-то лишнее? Тут уже вопрос будет в том, как хорошо вы изнасилуете. Ладно, ладно, ладно. Простите, девушки. Девушки, я знаю, что вы слабонервные. Вы довольно щепетильно относитесь к теме изнасилования. Потому советую вам закрыть уши, чтобы не услышать того, что вас заденет или обидит. Также можете закрыть глаза и открыть рот. Так вот. Я из тех людей, которые считают, что изнасилование это выдуманная проблема. Ну, не-не-не-не-не-не-не. В смысле, действительно, она как бы не очень такая приятная штука. Но, в целом, она во многом выдуманная. Потому что, в принципе, когда речь касается многих других преступлений, обычно все плохие вещи, которые происходят при изнасиловании, они могут быть классифицированы по другим статьям, конечно же. Ну, и в любом случае, практически насильник будет наказан. Но есть такая группа ситуаций, которые считаются изнасилованиями. Но, на самом деле, в них нет ничего колоссально плохого. Ну, вот, например, вот вы девушка, и вы набухались на вписке, и вас, в кавычках, изнасиловали все парни там. Мне кажется, что это просто можно считать, как некое уже заранее данное согласие. Вы на какой-то вписке с незнакомыми или знакомыми даже мужчинами пьете. Настолько сильно пьете, что теряете сознание. Вы знаете, что этим мужчинам вы доверять не можете. И вы сами знаете, что они пьяные. И тоже плохо себя контролируют, соответственно. Непонятно. Вот это чистое изнасилование. Чистое изнасилование без примеси других преступлений. Вот так вот, скажем. А в чем они виноваты, эти парни? Что они плохого такого сделали? Они сами себя не до конца контролировали. Вы оказались в такой атмосфере, где вот произойти вот то, что произошло, действительно могло. Я не виню конкретно вас. И, кстати, я и насильника здесь не виню. Здесь, соответственно, очень за себя отрабатывает сама ситуация, в которую вы сами в том числе вошли, кстати. То есть, ну, если вы войдете в клетку с медведем, вряд ли кто-то будет обвинять медведя в том, что он вас сожрал, например. Ну, это правда. Другое дело, когда медведя там отпустили, или медведь достаточно умен, и себя контролирует, и действительно все это жестко и серьезно планирует. Например, там, клофелином вас травит. Кстати, есть статьи насчет клофелинщиков всяких. Тоже можно их пытаться использовать. И они не всегда соотносятся со статьей изнасилования. То есть, всяких клофелинщиков тоже можно наказать, по сути. Так что... Так что вот чистой воды изнасилования, когда вы все делаете сами, когда вы ложитесь, уже там, не знаю, где-нибудь на вписке, и, собственно, дозволяете мужчинам войти в себя в таком вот положении. Ну, вот это вот чистое, рафинированное, оторванное от всего изнасилование. Критика чистого изнасилования начинается у нас, да, по канту. Так вот, я не понимаю, зачем сажать пацанов. Они ничего не сделали. Вообще ничего. Ну, то есть, ну, бывает, как говорится, бывает. Я думаю, ни один пацан не будет подавать в суд, если он вдруг там пьяный ложится на вписке, и вдруг видит, что ему кто-то там отсасывает. Опа! О, ничего, ничего себе. Я не думаю, что женщина, которая ему отсасывает, заслуживает шести лет тюрьмы, например. Ну, как бы, по-хорошему он мог бы пожаловаться, на самом деле. Он мог бы пожаловаться. Вот он лежит, и ему вдруг отсасывает. И говорю, оп-оп-оп, шесть лет, шесть лет, шесть лет, девчонки. Как он такой? Как он такой? Я понимаю, что многие из вас думают, что они никогда не окажутся в подобной ситуации, но представьте себе, вдруг вы там, не знаю, употребили чего-нибудь не того, мы не одобряем, кстати, наркотики, а вдруг поставили себя в такую ситуацию, когда вы будете, например, уже отсасывать, допустим, у кого-нибудь неожиданно, а он не будет знать об этом, и не будет этого хотеть, и такой сразу, оп, шесть лет, шесть лет тюрьмы строгого режима, где вас на протяжении вот этих всех шести лет будут самого жестко насиловать, и вообще во все щели, очень по непочтенной статье, соответственно, попадете на зону. Как вам такое, девочки? Как вам такое, девочки? Вам нравится такое? Мне, например, не нравится. Я сам знаю, что я не окажусь в такой ситуации, потому что я не хожу на вписки, я не пью, я не общаюсь с пьяными женщинами, то есть я общаюсь с женщинами, которые пьют, конечно, но я не общаюсь с пьяными женщинами, это принципиально важно. То есть если женщина, оказывается, в моем поле зрения, и мы с ней общаемся, она всегда трезвая, соответственно. Очень редко бывает иначе. Поэтому я на 99,9% уверен в том, что в такую ситуацию я за всю жизнь не попаду, но мне жалко ребят. Мне жалко ребят, бедные мальчики. Так вот, мой тезис здесь заключается в том, если женщине от этого изнасилования нет никакого физического ущерба, там, ну, она не рожает, у нее нет морального ущерба, потому что она ничего не помнит, например, о совписке. Тоже изнасилование же, рафинированное чистое изнасилование. Без угроз, без доставлений, без подливаний клофелина и чего-то там еще. Она сама напилась, она сама легла, она сама, короче, подставилась, ну и вот, соответственно, что получилось из этого. У нее нет морального ущерба, моральный ущерб потом может наступить, когда она начнет это осмыслять, конечно. Но это не считается. В общем, она сама действительно виновата. Действительно сама виновата. Нет, если она идет по улице, на нее нападает мужик с ножом, приставляет нож в горло и говорит, я тебя изнасилую, она не виновата в данном случае. Вот, вот, вообще никак не виновата. Здесь мужик-болбоеб, надо сажать за угрозы, ножом в том числе, за нанесение возможного физического ущерба, тоже надо сажать, за нанесение морального ущерба, тоже здесь бонусы надо накидывать. Но это все преступления, которые косвенно связаны с изнасилованиями, и по каждому из них есть отдельные статьи. Соответственно. Но само изнасилование в чистом виде, да, вот вашей воли нет, вы не изъявляете волю на то, чтобы СВА вас, в общем-то, изнасиловали. Но это минимум три года. Минимум три года. Минимум три года. Шесть максимум. Если там несовершеннолетние, то есть, ну, 16+, так скажем, там вообще можно улететь, как за убийство, соответственно. При любом раскладе можешь как за убийство улететь. Такое себе. Поэтому, опять же, важно еще заметить, важно еще заметить. Если она даже не помнит, что ее насиловали, в кавычках, или, возможно, в пьяном бреду была и не против происходящего, то о чем вообще можно говорить? Может, она вообще в пьяном состоянии была вполне за? А потом такая, вообще-то я против. Вообще-то я против. Давайте посадим, пацан. Ну, как это можно подтвердить или опровергнуть, что она действительно не давала согласия? Ну, если у нее есть ущерб, нанесенный на теле, то действительно можно здесь уже за насилие, ребят, как бы подсаживать, ибо нехуй реально насилие совершать, да? Вот прямо вот физическое насилие, оставлять какие-нибудь там следы на теле, калечить человека, и вот все такое делать нельзя. Если побои снять можно, ну, что-то здесь уже, соответственно, пошло не так, и действительно парни подставились. Но, блядские пемки на стрёме. Они икутцы со всеми подряд, а потом подают заявление в полицию на изнасилование. Гениально! Ну, это, блядь, гениально, да! Это такой гениальный план по истреблению мужиков, просто 10 из 10. Честно говоря, я очень рад, что в большинстве случаев статья за изнасилование, но она не может быть адекватно проработана следствием. Ну, просто потому, что иначе бы сидело огромное количество людей, в том числе моих знакомых, кстати, возможно, бы сидело. Я, в принципе, знаю людей, которые ведут похожий образ жизни. И не дай бог, какая-нибудь там фемка-нефемка, опять же, ляжет под ними и отдастся, соответственно. А потом начнет уже с ними судиться, и не дай бог, российская правоохранительная система посадит их в тюрьму. А это вполне допустимая схема. То есть неожиданно можно и залететь. И там еще хер знает, там попадется тебе 17,9 девушка, которая не сказала тебе свой возраст, 8 лет можно получить вообще без каких-либо особых проблем. И я, в общем-то, не одобряю такие условия, на самом деле. Не одобряю такие условия. Благо, я спасен от всего этого. Благо, конкретно, мне ничего из этого не угрожает. Я с девушками такого уровня, так скажем, не общаюсь. С такими низкоуровневыми тянками мы не общаемся. Все-таки кандидаты наук, все дела. Но, 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 но. Пацанов-то жалко. Вам не жалко ребят? Вам не жалко ребят, которые по неликоприятной статье неожиданно попадают в тюрьму, где их ебут в жопу. От 3 до 8, там, до 20 или сколько-то там лет. В зависимости от того, с кем им там не повезло. И все это время их ебут в жопу. Короче, без обстановки. Это настолько не сходится по закону Толиона. Ну, напоминаю, закон Толиона. Это око за око, зуб за зуб. Ну, топ. Ну, вообще нет, не подумайте. Не подумайте. Я против насилия в общих его формах. Я против угроз. Я против шантажа. Вообще, я много против каких вещей. Так что вы это... Не думайте, что я прям вот такой вот мега-супер-злодей, да? Но здесь я считаю, что плохо именно заниматься шантажом и угрозами, а также наносить физически вред человеку. Для меня не существует изнасилований без угрозы жизни и здоровью. Партилины всякие, прочие фигня, там подливание какого-нибудь очень крепкого алкоголя. Это нанесение вреда здоровью, как минимум. То есть это можно классифицировать как нечто негативное. Но если у вас все хорошо, да, если все нормально, если, так скажем, секс прошел успешно, и, в принципе, девушка под алкогольным опьянением на той же самой вписке не давала какого-то радикального несогласия, это реально ее проблема. Это просто ее проблема. Это ее проблема. Ведь некого наказывать ни на три года, ни на два, ни на один. Ну, штраф в сто рублей, штраф в сто рублей, штраф в сто рублей одобряю. Ну, попутал, соответственно. Ну, ладно, тысяча рублей, штраф в тысячу рублей. Хорошо, хорошо. Перепал, переспал, глядяю на вписке, штраф в тысячу рублей. Административная статья. Короче, попутал берега, пошел не в ту сторону, ошибся немножко. Но если она еще и забеременела, можно сфер там еще что-нибудь накинуть. На аборт, на аборт можно накинуть, чтобы жизнь была хорошей. Ну, для тупых фемок это, конечно, не так. Они меня... смерти мне желают после таких высказываний. Они хотят, чтобы я, короче, умер. Такие люди, как я, жить вообще, в принципе, не должны. Так вот, блядские фемки, я надеюсь, вы все сдохнете. Надеюсь, вы все сдохнете в мучениях, ебаные шлюхи. Они пытаются выдавить из своих шлющих глаз слезы, вспоминая, как отдавались всем на разных питках. Тупые проститутки, ебляди, которые хотят иметь возможность сажать всех, кто им не нравится. Да чтоб вы, блядь, сдохли, ебаные проститутки. Вот что я думаю. Отвечаю тем же взаимнозеркалью, блядским фемкам. Ам, да. Вот эта тихика была настолько искалечена, потому что они не смогли ни нажраться на тусовке. Ох, как мне вас жалко. Ох, конечно, это не Виктем Лейнг. Конечно, вы сами не виноваты. Нет, нет, нет. Нет, блядь, не виноваты. Вообще не виноваты. Восемь лет всем ублюдкам, которые вас изнасиловали, блядь. А можно вообще все двадцать. Давайте бороться за увеличение статей вот этих по изнасилованию, увеличение сроков. Это же, конечно же, блядь, ужас, нахуй. Кто-то кого-то на вписке там, пук, а все, двадцать, блядь, лет, тридцать, сорок, нахуй. С жесткими изнасилованиями каждый день. По закону Толиона, это же, ну, просто, ну, вообще нецепоставимо. Один пук, один пук, один пук, а потом человеку, там, не знаю, 365 дней умножить на три, блядь, да, три, минимум, на три, минимум, максимум на восемь. Ну, или ладно. Ладно, давайте уменьшим. Допустим, насилуют человека в тюрьме не каждый день, допустим, да, раз в неделю его, там, допустим, насилуют. Итак, семь-восемь лет он сидит. Ну что, ну что, ребят, ну что, да, один к трех ста, к трех ста шестидесяти пяти получается, да? Охуенный закон Толиона здесь работает, но он вообще не всегда должен, конечно, работать. Ну, просто посмотрите, какая разница. Один пук, и потом 365 раз пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. феминисток меня честно меня честно поражает что за изнасилование такие большие статьи это просто ужасно от 3 до 6 лет от 3 до 6 лет за обычные носил а там если жертва совершеннолетняя там эти все нормально есть там чуть-чуть несовершеннолетняя вообще пиздец короче пока бро пока бро удачи удачи тебе на том свете соответственно 17 и 9 пошел на хуй на 8 лет минимум это у тебя в общем ну там будут за это еще сверху ебать еще еще больше потому что педофил еще не любят соответственно на зоне мои поздравления бро залетел просто удачно так вот убийство отмеряется от 6 лет то есть изнасилование в котором никого не убили в котором никого не убили да замечу что если убийство там еще сверху произошло там еще бонусы будут начисляться конечно 6 лет 6 лет как убийство короче почти как убийство а как по мне надо в принципе отменить уголовную статью за изнасилование потому что она не имеет смысла ну потому что чаще всего серьезные формы изнасилования сопровождаются угрозами что в принципе подразумевает на 2 лет ограничения свободы и выше подчинение бреда здоровью до 3 лет если урон средний ну и там больше если тяжелый склонение к потреблению наркотических веществ особенно когда человек не знает этого кто-то подсыпал наркотики ну и вот он срок срок до 3 лет срок до 3 лет понимаете вот 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 у нас нет необходимости классифицировать что-то как изнасилование потому что по всем реально серьезным статьям в общем то если происходит изнасилование как оно происходит грубых формах кто-то нападает бьет угрожает шантажирует вот когда все вот это вот происходит вредит здоровью там привязывает бьет калечит за это уже есть статьи за это статьи уже предусмотрены и на мой взгляд нужно не столько увеличивать количество статей сколько бороться за то чтобы вот те вот статьи которые под по шантажу по собственно вреду здоровью по склонению к наркотическим веществам они чтобы исполнялись чем больше у нас такие тем соответственно несколько сложнее соблюдать их все да но я здесь как бы да немножко отношусь к законам таким образом что нам лучше стремиться к бритве акама в данном случае то есть срезать все вот ненужное просто убирать его она здесь не нужно хотя по изнасилованию одна из них мне кажется я не могу представить себе такую форму изнасилования который не сопровождается какими-то вредными вещами вот такими вот в духе и которая является действительно заслуживающей заслуживающей трех лет заключения вот я тебе просто не представляю такую вот ситуацию а если а если а если изнасилование происходит с применением физической силы и всего остального ну в таком случае знаете ли это и так будет нарушением закона и тогда статья по изнасилованием не нужно вот такая вот интересная позиция да многие может не понравится такого закон об изнасилованиях во-первых дает много чести самому акту изнасилования в чистом виде а во вторых защищают блядских и тупых фемок которые бухают как не в себя и поставляют свои части тела куда не нужно вот так вот так вот тогда что а как а как еще а как еще то как к этому еще относиться статьи по изнасилованию это просто статьи преимущественно против мужчин против мужчин мужчинам здесь нехорошо в этой зоне мужчин здесь убивают мужчин здесь насилуют именно да да не женщин смотрите нет вы неправильно неправильно понимаете изнасилование статьи по изнасилованию это не когда кто-то насилует женщину его по заслугам сажают в тюрьму это когда кто-то в в кавычках, насилует женщину, а потом его 6 или 8 лет реально, блядь, насилует. Вот что это такое. Статьи по изнасилованию, это изнасилование мужского населения. Еще разок. Если вы кого-то побьете, жестоко навредите здоровью, будете угрожать и шантажировать, подмешайте лекарственные или наркотические вещества в напиток, то это уже статья Уголовного кодекса. Все это запрещено, все это нельзя. По моему мнению, это правильно, что все так и сделано, эти законы уже есть, и все отлично. И вас заслужено поставить в тюрьму, кстати. Абсолютно заслужено. Да, акт изнасилования увеличит срок в 2 раза, скорее всего, в среднем. Но почему? Потому что кто-то получил психологические проблемы. Ну, вероятно, никаких психологических проблем после избиения, угроз и шантажа-то. Нет. Ну, вы понимаете? Да, вы понимаете? Это, наверное, типа такая... Ну, избили, ну, пошантажировали. Ну, и что? Ну, угрожали. Ну, да похуй, короче, говорит девушка. А вот изнасиловали, сразу... Ах, как больно. Ах, как ужасно. Ах, как нехорошо. Абсолютно адекватно люди реагируют на эти изнасилования. Абсолютно адекватно. А вот при условии, что, ну, реально кто-то напился до беспамятства и не помнит. И, соответственно, за то, что он не помнит никакого морального вреда, ну, здоровья, психики не оказано. Ну, нет, похуй. Похуй. Вот эти тебя действительно избили, угрожали, шантажировали, ноль реакции, ноль психических проблем, все хорошо. Но вот если тебя на вписке сжахнули, и ты об этом с трудом вспоминаешь, то тут, конечно, как минимум три года сажать тебе лечится, то сколько от этого? Ой, ой, какой психологический урон-то оказан. Ну, прям вот умереть можно. А, и больше всего поражает, что мы же измеряем, собственно, психологический урон. При некоторых формах изнасилований и в отношении некоторых людей он может оказаться, ну, нулевым. Или, если не нулевым, то довольно маленьким. Ну, как говорится, ну, посадили на бутылку и посадили. Кому-то там вообще не впервой. Кто-то и не такое видывал, да, собственно, собственно, что? Ну, переспали со мной на вписке и переспали, получается. Ну, любой мужчина, смотрите, да, что будет, если с тянкой переспят на вписке? Возможно, статья. Что будет, если мужику отсосут на вписке? Спасибо! Спасибо! Спасибо, подруга! Вот, вот разница в чём. То есть, у мужиков, например, от того, что им отсосали на вписке, у них не случается каких-то психологических ущербов, уронов и всего остального. Вот если его жёстко изнасиловали на вписке, там, его пидели, ему угрожали, его заставляли, его там клеветали там на него. Да, это действительно окажет на него урон, но на мужика это вообще урона окажет минимум. Но если его, там, не прижали ногой к полу и потом в Ачандру его, там, не знаю, 10 часов без остановки, вот тогда, может быть, действительно будет психологический урон. Это правда. Это правда. Но всё здесь зависит от условий. И опять же, мы критикуем чистое изнасилование. Критика чистого изнасилования. А единственная форма чистого изнасилования, это когда, ну, просто, вот, вот второй партнёр, второй человек, с которым вы занимаетесь сексом, он не согласен с вами этим заниматься. Ну, это ничтожно. Это ничтожный повод для того, чтобы посадить человека на три года. Даже на год. И даже на месяц. И даже на 15 суток за такое сажать не стоит. Чистое изнасилование ничто. Абсолютно ничто. Просто полный, тотальный ноль. Действительно. Я действительно думаю, что насилуя женщин, женщины насилуют тебя ещё больше. И всё благодаря нашему законодательству. И всё благодаря тому, что у нас крайне женские законы. Законы для женщин. И я здесь подчеркну, права в России и во многих других странах, они подстроены под женщин. Женщина-босс. Женщина-главная. У женщин больше прав, чем у мужчины. А теперь давайте поговорим о том, как женщины насилуют мужчин. И я говорю про институт брака, друзья. Да, давайте поменяем стрелочку, поменяем вектор. Давайте посмотрим. Люди, которые придумывали институт брака и законы, связанные с ним, точно были на стороне женщин. Вообще никаких сомнений нет. Я так себе и представляю, как какой-то жирный и, в общем-то, брызжащий с луной подкаблучник пишет эти законы о том, как дети остаются с матерями, а мужья отдают половину совместно нажитого имущества самим женам. Да, гениально, абсолютно гениально. Это при условиях, что мужчины обычно часто и зарабатывают. Ну, то есть, почти всегда этот закон работает в пользу женщин. Что в итоге? А в итоге жена живет с другим мужиком, детей муж не видит и платит за него алименты. Ну, это четверть или половина зарплаты. Прекрасная картина. Просто идеальная. Просто идеальная картина. Нет, нифига, это женщинам, конечно, не выгодно, когда они ебутся с другим мужиком, который их тоже содержит, они еще получают еще от одного мужика деньги. И еще и часть жилья им досталась, которую тот мужик сам себе заработал, получается. Идеально. Идеально, идеально, идеально. Хорошо устроились. Да. Насколько же была больная фантазия у того, кто выдумал институт брака? Ну, я имею в виду именно вот такой государственный институт брака. И ладно, раньше разводов было не так уж и много. Мужчина мог бить свою жену. Ну, бить, к сожалению, или к счастью, не знаю. Если что, я против домашнего насилия. Но если уж речь идет о моей собственности, которую я хочу защитить. И тут можно и хуаки использовать. Почему нет? То есть, смотрите. Если вы не будете пиздить жену каждый день, допустим, она может от вас уйти. Если она не будет вас бояться, она может вам изменить. Она может от вас уйти. Она свободно может принять какое-нибудь решение. Надо ее запугивать, блядь. Как иначе? Нет, я не одобряю запугивание женщин. Я не хочу, чтобы люди запугивали женщин. Но те условия, которые существуют в браке, заставляют это делать. Потому что вступая в брак, рискует мужчина. Вот представьте себе ситуацию. Жена вам вдруг говорит, дорогой, мы расходимся. Я нашла другого. И тут вы бьете ее поебали. И вы больше не расходитесь. И другого больше нет. И другого она не нашла. Только так и может существовать институт брака. В том виде, в каком он сейчас присутствует. Только так, никак иначе. Вы зарабатываете на женщине. Вы, соответственно, деньги платите. Вы ее содержите. В среднем, да? Не всегда, но в среднем. Бывает такое. Бывает такое, что вы ее содержите. У вас отбирают часть вашего имущества. Часть нажитых денег скопленных тоже отбирают. Вы платите алименты, если у нее есть ребенок. От вас, не от вас. Но тут не так важно. Да, даже от вас. Вы ребенка, скорее всего, не видите. Если видите, то не очень часто. С ребенком, скорее всего, будет жить другой папа. Который будет ебать вашу бывшую жену. Отпитывать вашего ребенка. Бить вашего ребенка. Может, насиловать вашего ребенка. Надеюсь, что такое случается крайне редко. Но такое тоже не исключено. Ну и все. Конец. А что вам делать-то дальше? Что вам дальше делать? Как вам дальше быть? Я, честно говоря, не понимаю, как мужчины вообще соглашаются на брак в таких условиях. Это странно. Это действительно очень странно. Для мужчины нет никакой пользы от брака. Да? Вы сами подумайте. Как можно вступить в подобный абсолютно бесчеловечный договор? И при этом поставить себя в уязвимое положение во всех смыслах этого слова. Не имея законных рычагов контроля над партнером. Реально. Раньше хотя бы бить было можно. Я не одобряю избиение женщин. Я не одобряю избиение женщин. Не одобряю домашнее насилие. Но если для вас главной ценностью выступает брак, и вы в него, ну вы как вы, мужчины, женщины, вступаете в него, то в данном случае избивать партнера, который может ни с того ни с чего от вас уйти, и на которому привязано достаточно большое количество вашей собственности. Ну, блин, это мне видится даже вполне нормальным. Серьезно, простите. Простите, женщины. Простите, женщины. Простите, женщины. Да? Простите, женщины. Но тут такая ситуация, что у вас опять перевес в правах. Тотальный перевес в правах. И на вас нет рычагов контроля в браке. Нет рычагов контроля. Угрозы мы не одобряем, но это рычаг контроля, хоть и физически, хоть и незаконный, хоть вы и можете им воспользоваться каким-то образом, но это рычаг контроля. Домашнее насилие это тоже рычаг контроля на самом деле. Мы его тоже не одобряем, но в тех условиях, которые сейчас происходят, либо брака просто для мужчины быть не должно, либо он каким-то образом отвоевывает рычаги контроля. Иначе никак Вот просто иначе никак Я просто не знаю, как по-другому поступать Когда на кону стоит половина твоей собственности И я не хочу Вступать в брак именно поэтому Я не хочу ставить на кон половину своей собственности Я знаю очень мало женщин, которые зарабатывают Сколько же, сколько и я, во-первых Во-вторых, если у нас будет ребенок Не хотелось бы его отсылать в ад Сразу же, да, куда-нибудь К отчему или еще к кому-нибудь Это было бы довольно неприятно на самом деле Более того, алимент платить Хуй пойми куда И женщина бы этими алиментами распоряжалась Покупала бы своему хахалю что-нибудь Дополнительно Ну, представьте, да, вы отдаете четверть своей зарплаты А мамка, в общем-то, покупает Чего-нибудь там своему хахалю Который и так должен ее вроде бы содержать И там сыну что-то перепадает Очень хрен знает, на что идут эти деньги На хахалей, не хахалей И там, не знаю, на косметику Хуетику и так далее И так далее, и так далее Можете сказать, что это вообще не твое дело На что идут деньги алиментные Это мое дело, я их плачу Я плачу эти деньги на своего ребенка Это буквально мое дело Я трачу четверть или половину зарплаты Четверть, если один ребенок Половину, если больше двух или трех Ну, вот, вот, смотрите, да Я трачу половину своей зарплаты То есть мой уровень жизни из-за этого падает в два раза Ну, или в четверть падает В зависимости от того, сколько я плачу В четверть или в два раза падает мой уровень жизни В смысле я не должен интересоваться На что тратятся эти деньги Вы охуели там, что ли Вы с ума сошли Это к вопросу о том Насколько у женщин много прав Да хуя Слишком много Женщины слишком могущественны В современной правовой системе Прям слишком могущественны Я не МДшник Я уважаю женщин Я люблю с женщинами разговаривать Я уважаю женщин Я считаю их более-менее равными В общем-то, интеллектуально равными Хорошими собеседниками интересными Многих отличных женщин знаю Которые занимаются наукой Являются кандидатками наук В общем, их я колоссально уважаю Но я, например, не готов вступать ни с кем в брак Просто потому, что Вот весь семейный кодекс Это кодекс для женщин Там целый кодекс, короче, есть Существует целый кодекс В котором женщины доминируют Полностью Мужчин нет своего кодекса То есть, по количеству прав, которые есть у людей У женщин прав больше, чем у мужчин Намного Может быть, даже в два раза больше В этом плане Все, конечно, страшно и ужасно И вступать в таком невыгодном положении В какой-то там брак Не, никакого брака, ребят Никакого брака Потому что женщина Это разбойник, который Вырывается в твою жизнь Шантажирует тебя Заставляет заключить брак А потом отнимает половину твоего имущества Разрешите мужчинам самооборону Ребят, разрешите самооборону Вводите законы, которые спасают мужчин Потому что иначе домашнее насилие Иначе запугивание Иначе шантаж Иначе никак Мужчина не может выйти из брака Если мужчина вошел в брак Выйти из него ему невыгодно Колоссально невыгодно Мужчина будет уничтожен Стерт с лица земли Унижен Разорван на куски будет мужчина Нельзя ему выходить из брака Если он в него уже попал Любой ценой нельзя А женщины отвоевывают себе Все больше и больше прав Этих прав уже на голову больше, чем у мужчин Ну сколько можно так Они все не могут остановиться Ненасытные женщины Еще больше прав Равенство нужно Равенство Хотя уже все Уже все Нет никого равенства За изнасилование Казнить надо, наверное, уже Чтобы равенство было За не выдачу алиментов Сажать в тюрьму И так сажают И насиловать Насиловать в тюрьме Всех надо, мужиков Мы находимся в рабстве, ребят Мы находимся в рабстве В рабстве у женщин Законы полностью на их стороне А женская безопасность Ставится превыше мужской А преступления против женщин Наказываются на порядок сильнее Так что, ребята Учтите Вам полный пиздец Вы живете в мире В котором у вас Куда меньше прав Чем у всех остальных Это база, ребят Это правда Оно так и есть Вот в каком мире мы живем Страшный мир Какой брак? Какой брак? Вы вступаете в отношения С человеком Который имеет больше прав Чем вы Такое себе Какой смысл Как можно вступать Какой брак, ребят Подумайте Стали бы вы Сотрудничать В бизнесе С партнером Который в случае чего Может поднапрячь связи К полиции И забрать у вас Половину имущества Если вдруг ему захочется Представьте Бизнес такой Вы знаете Вы знаете Что ваш коллега В любую секунду Может вас наебать На половину Всего вашего имущества Вот просто Вот-вот-вот И все Одним щелчком Взять и разъебать вас Представьте себе Такую ситуацию Как вам? Как вам такая ситуация? Нравится? Нет, не нравится Но брак это и есть Такая ситуация Не дай бог У вас еще совместные дети Есть Ваши совместные проекты Да Представьте У вас есть с этим партнером Совместные проекты Которые в случае чего Он все отожмет И еще будет Просить у вас Постоянно платить ему деньги Пока эти проекты Не разовьются До 18 лет Вот это я понимаю Вот это я понимаю Вот серьезно Аналогия с бизнесом Здесь работает Никто Не захочет В таких условиях Устраивать бизнес Это никому не интересно Потому что это ужасно Это опасно Вы не захотите Устраивать бизнес С человеком Который всегда Может вас наебать Забрать все Ваше имущество И отжать у вас Все ваши проекты И передать их Другому хахалю Которые Вы попрошите И насиловать Во все щели Вот как-то так Вот как-то так Ну блядки Фемки Конечно С этим Не согласятся Ну и пошли Нахуй Блядки Мужи-ненавистницы Свина-гитлерийцы Пошли Нахуй Нахуй Просто феминистов Идите нахуй Со своими В общем-то Завываниями Какое равенство За равенство Вы уже мужчины Должны бороться Простите Вы уже отвоевались Вы уже свое равенство Завоевали Вы голосуете У вас больше прав Чем у мужчин Вы колоссально защищены Как культурно Так и юридически Какое нахуй Равенство За какое равенство Вы боретесь Все Нету Нету больше равенства Ребята Вы уже Девчонки Вы уже давно Круче мужиков Вы уже В десятки раз Круче мужиков Законы на вашей стороне Вы победительницы По жизни Вы сильны Вы мощны Вы замечательны Как охуительно Мощны ваши лапища Девчонки Ну вот серьезно Ну хватит Хватит уже Хватит ваших законов Этих Все Хватит отвоевывать Там еще домашнее насилие Хуячное насилие Там еще Задомогательства Будут еще Скорее всего Когда они Законы приниматься Если феминистки Придут к власти Какое нахуй Домогательство Отъебитесь уже От законов Ну сколько можно Не все решается Законными путями Учите людей Просто культуре Их обучайте Этого хватит Не надо сажать людей Которые вас там По попке пришлепывают И все такое Ребят Мы живем в эпоху Женского нацизма Женщины доминируют Управляют Отвоевывают себе Все больше и больше Прав Забывая про обязанности А подкаблучники Все проглатывают Мужик Послушай сюда Это у тебя В итоге Все заберут Все деньги И детей А потом твою жену Будет ебать Другой мужик И жить в твоей квартире Не исключено Кстати Что и детям Перепадет И пиздюлей И мужика И всего остального Прикинь Какой-то другой мужик Будет воспитывать Твоих детей И бить их Там ругать Орать на них Подумай Подумай об этом Think about it Real talk Короче Подумай бро Ты выступаешь за это Вот твоя политика Вот к чему она привела Ты готов Все это проглотить Вдруг чуть что Или ты доверяешь Своей жене на 100% Ты уверен Что она всегда Будет с тобой И никогда тебя не подведет Ну я рад Я рад за тебя Конкретно А теперь представь Как живут другие мужчины Которые Заключают браки С теми женщинами Которым они доверять На 100% Не могут И правильно делают Нельзя доверять Кому-то на 100% Это страшно А все что мы Выше перечислили Это просто какой-то Куколдизм Мужчины поддерживают Законы Согласно которым Их могут раздеть И пустить по миру А другой мужик Будет воспитывать Может бить Может быть даже Еще что-то делать С их детьми Это ужасно Я бы разместил Вот историю О таких мужчинах В разделе Куколд порно Это было бы Вполне уместно Да-да-да-да-да-да-да-да Это было бы Вполне уместно Как вам кажется Было бы замечательно Так вот Вы серьезно думаете Что это нормально Брачный договор Абсолютно неприемлем Даже если Женщина Рожает ребенка Мужик в конечном итоге Мужики Мужики Блять Мужики Проснитесь Мужики Блять Проснитесь Вы в конечном итоге Ничего не решаете А женщина решает Рожать или нет Вы не решаете Делать аборт или нет Вы можете авторитетом Надавить Вы можете сказать Рожай Или не рожай Но это ничего не значит Это нифига не закон Женщина решает Делать ей аборт или нет Вы не можете сказать Я мужчина Я имею право Заставить тебя Сделать аборт Потому что Я не доверяю тебе Да, например Я еще не до конца Вот у нас может появиться Ребенок Но я не до конца Я доверяю тебе, я не хочу платить алименты в случае чего. Вот у нас получился ребенок, мы с тобой живем уже, не знаю, 3 года вместе. Но я к ребенку не готов. Сделай аборт, у меня есть право потребовать у тебя аборт. У вас нет такой возможности. Женщина принимает выбор. Что, кстати, является еще одним ее правом. В случае зачатия ребенка, мужчина не имеет никакого права выбора. Женщина имеет право выбора. Более того, мужчина, в конце концов, не имеет права отказаться даже от алиментов. Это грустно, это грустно, это грустно. Потому что у мужчины должна быть возможность отказываться от алиментов. Вот простите, но она должна быть. По-другому и быть, соответственно, не может. То есть в условиях, когда все решения о том, рожать или нет, лежат на женщине, на женщине, у мужчины должна быть непосредственно возможность, у мужчины должна быть возможность отказаться от алиментов. Потому что алименты это грабеж. Если мужчина заранее не согласен на рождение ребенка, если ему этот ребенок не нужен, если он не уверен, что он хочет от этой женщины ребенка, он должен иметь возможность сделать выбор. Это ужасно, это ужасно. Женщина должна нести полную ответственность за то, что переспала с вами без защиты и всевозможных таблеток. Есть разные способы раннего прерывания беременности. Также она может специально сделать вид, что приняла таблетки, но не принять их. Ребят, ребят, проснитесь, блядь, вы в тюрьме, вы, короче, вас наебывают. Вас наебывают, парни. Женщины манипулируют вами, они управляют вами на всех уровнях. Не поддавайтесь спекуляциям. Ты чего, не мужик? Или мужики так не поступают? Поступают, блядь, поступают. Мужики тоже люди. Именно так мужики и поступают. Съебывают в закат под красивую музыку. Хочешь алименты? Тебе придется их отвоевывать, мразь. Вот так вот и должно быть устроено. Это принцип выживания. Я не шучу. Я не шучу. Вы не обязаны оплачивать жизнь ее ребенку. Понимаете? Это ее ребенок. Она принимает решение рожать или не рожать. Вы, ну, нет, конечно, если вы в семье, и вы заранее договорились, вы вместе приняли решение, и тогда, на мой взгляд, вы должны без каких-либо других возможностей, конечно, приговариваться к алиментам. Это безусловно. Но в других условиях, если вы были несогласны и документально зафиксировали свое несогласие, например, и она была согласна, и она хотела ребенка, то вы должны освобождаться от алиментов. Это не ваш ребенок. Ну, это может быть генетически ваш ребенок, да? Но он не ваш в том плане, что вы не несете за него моральную ответственность. Вам не за что здесь нести моральную ответственность. Я не хочу оплачивать жизнь ее ребенку, которого я никогда не увижу, который не будет считать меня кем-то близким и значимым. Это просто идиотизм. Ну, то есть, да, представляем себе ситуацию, что вот она родила ребенка и выгоняет вас из семьи и заставляет, соответственно, вас платить алименты. Это парадоксально, идиотская и ужасная ситуация. Хуже себе представить просто невозможно для мужчины. Ну, кроме убийства, там, его личного изнасилования, анального, безостановочного. Повторю. Все при этом, что на уровне зачатия и возможного прерывания беременности, все это лежит, в общем-то, на плечах женщины. Это зона принятия ее решений. Вот ее решение. Она может установить себе спираль. Она может принимать таблетки. Она может выставлять воспользоваться презервативами. Вариантов много. Море вариантов. Если она забеременела, она виновата. Она виновата. Не вы виновата. Вы можете быть виноваты, конечно, но все равно вы можете сказать, подруга, а вот таблеточки давай примем. Я вот не выдержал, я немножко промазал, да, там немножко затянул, все такое. Держи таблетки по прерыванию беременности. Муа, короче. Муа, все. Все хорошо. Все хорошо, все замечательно. И она принимает неправильные решения, да, если они ей кажутся неправильными. Мы не обязаны отвечать за решение женщины. Это ее решение. Она приняла решение переспать с вами. Она приняла решение переспать с вами без защиты. Если вы в отношениях, она, возможно, принимала решение переспать с вами множество раз. Единственное, что я могу здесь посоветовать, самое лучшее, это просто обязать мужчину в случае зачатия ребенка оплачивать аборт. И то может быть 50 на 50. Зависит от того, в каких условиях вы находитесь. Если девушка не является вашей вообще девушкой знакомой и так далее, вы просто там с кем-то переспали, у нее ребенок от вас, ну, возможно, аборта платить половину хотя бы, ну, неплохо было бы обязать. Ну, ибо отчасти это и ваша небольшая ошибка, но ответственность полную за это нести вы не можете. Такую полную ответственность. Вот. Вот представьте себе, вот представьте себе, вот если бы мужчина мог сказать, ты рожаешь, и я буду воспитывать ребенка, тебе только нужно будет платить не алименты. Вот было бы интересно, как бы женщины к этому отнеслись. Вероятно, плохо. Никто не хочет быть в роли мужчин. Нет, есть, конечно, возможности, да, согласно которым и мужчина может стать, так скажем, отцом, с которым останутся дети, а мать могут действительно обязать платить алименты. Но тут опять же сыграют разные социальные факторы, что вот большинство таких матерей алименты платить просто не будут, если у них есть деньги, если нет денег. Ну и все. Ну и конец. К женщинам здесь какого-то серьезного отношения обычного нет. К сожалению. Грустно это все. Грустно это все, ребята. Грустно это все, ребята. Мы живем не в том обществе, в котором заключить официальный брачный контракт с женщинами является хоть сколько-нибудь привлекательным для мужчин. Вот какие для мужчины плюсы? Вот скажите, какие плюсы? Даже талонов на минет никто не предоставляет, честно говоря. Зачем? Зачем мужчине вступать в брач? Ваши идеи, друзья. Нет никаких идей, да? Женщина спрашивает у своих парней, почему ты не хочешь жениться на мне? Потому что, блядь, я и так получаю от тебя все хорошее, что могу получать. И не теряю от этого свое имущество и меньше рискует залететь на ебучие алименты. Брак это худшая версия отношений, где мужчина ставит на кон всю свою жизнь. Ребят, вот почему, подруга. Брак, мужчина не может сходить в браках в современных условиях. Вот прости, это так. Представь себя на месте мужчины. Вот представь себя, поменяйся местами, поменяйся местами. Ты зарабатываешь деньги. Ты получаешь деньги, да? Ты как бы воспитываешься, заботишься, там что-то еще делаешь. Ну, воспитываешься, ладно, уберем, воспитываешься. Заботишься, занимаешься какими-то делами, выполняешь какие-то обязанности свои мужские. Рискуешь, защищаешь, еще какую-то хуйню делаешь. Что в итоге? Ну, что в итоге? Ну, что в итоге? Тебя еще к браку принуждают. Тебя принуждают к браку. То есть, ты заботу оказываешь, ты платишь деньги нередко. Ну, не все мужчины платят деньги. Ну, давайте стандартную модель отношений разбирать, которая вроде бы для брака и предназначена. И на которую претендуют многие девушки в данном случае. Ты все делаешь, много чего делаешь. Девушка делает не у я. Желательно же, да, для себя. Ну, как в идеале сидеть дома, убираться, смотреть телевизор, готовить и все такое. Шикарно, шикарно, охуенно. Я думаю, кто угодно хотел бы так жить. Как в идеале хотят жить женщины, то просто ничего, ничего, отдыхать. И заниматься своими делами, какими вы хотите. Там, ноготочки, заточки, фоточки в инстаграме. Ммм, как замечательно. Ммм, как замечательно. Еще и на брак мужчину подписать, макукулдить его как следует. Ой, ой, как вкусно. Ой, как хорошо-то. Ой, как замечательно. Как глубоко. Грустно все это, ребята? Все очень грустно, на мой взгляд. Это катастрофически грустно. Почему мужчины не хотят брак? Вот поэтому и не хотят. Потому что в отношениях они получают все, что хотят. Им лучше в браке не будет. Мужчина ничего, в среднем, в среднем мужчина ничего не получает от брака. Ну, если он не Жигола, если он не Альфонс, который там женится на богатеньких старушках, там миллионершах. И потом, когда они умирают, делят с ними имущество. Да, да, Прохор Шаляпин. Да, 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 да. Да, только вот в таких случаях какая-то выгода может быть извлечена. Ну, это очень редкие ситуации. В среднем мужчины все же богаче женщин. И ситуация, когда мужчина богаче женщины в отношениях, такое очень часто происходит. Ладно, в современном мире уже нередко случаются и такие партнерства, в которых и мужчина, и женщина зарабатывают одинаково. И в случае разделения имущества действительно все разделится по-честному. Более-менее, потому что и вы сколько-то вкладывали, и женщина сколько-то вкладывала. И вы взаимно, соответственно, свою собственность умножали. Ну, в таком случае вам нужно быть убежденными в том, что, ну, вы должны убедиться в том, что и мужчина, и женщина зарабатывают одинаково. Ну, или хотя бы сопоставимо. Ну, допустим, она 40, вы 50. Или она 50, вы 40 тысяч. Ну, или там, вы 100, она 120. Вы 100, она, там, не знаю, 90. Вот если уже речь идет о том, что порядки совершенно иные, вы зарабатываете 100 тысяч, а она 20, например. Тут уж есть о чем задуматься. Тут уже ситуация, в которой вы теряете выгоду. Мужчине в таком случае, ну, вообще брак не выгоден. То есть, вот сама вот эта вот формальная составляющая брака, где делят все 50 на 50, действительно, мужчине может быть нейтрально только в том случае, если у вас одинаковый с мужчиной заработок. Во всех остальных случаях, ну, одинаковый или у женщины больше. А во всех остальных случаях, ну, это просто, просто косяк, просто проеб жизни, просто проеб кучи времени рабочего. Эх, женщины, эх, женщины. Только не надо пиздеть, что вам нужен брак, потому что из отношений вы ничего не получаете. Ну, не надо пиздеть, серьезно, это же вранье. Лицемерные суки. Страдают они в отношениях без брака и выжидают того момента, когда они изменятся ровным счетом. Ничего, кроме появления у них прав на собственность мужа. Вот же блядские меркантильные суки. Прям вот отлично становятся в браке сразу. Вот до этого все плохо, вот до этого все плохо. Там забота, подарки, сексы, вот это все нам неинтересно, женщины, это все хуйня. А вот, а вот сразу подпись, вот этот в паспорте штампик и сразу, ой, заебись. Заебись, заебись-то как, заебись. Хорошо остановится. Ладно, давайте к черту от темы отношений, все это устарело, все это уже не нужно. Я, короче, МДшную базу вам выдвинул, я сам не МДшник, женщину уважаю, респектую. Отношения с женщинами это респект. Уважаю отношения с женщинами, да, это правильно, но переводить эти отношения на уровень брака, я считаю, категорически нецелесообразным. И крайне преступным, да. То есть у нас законы, соотносящие, в общем, мужчин и женщин, на мой взгляд, крайне преступны. К слову о преступлении. Вот как я могу жениться, если в детстве я был частью банды говнобросов. В моей душе живет свобода, а не все эти ваши браки. Да, да-да, вы не ошиблись. Я был частью банды говнобросов. Были у меня друзья, которые по ночам забегали в поезда и бросали в вагоны говно, завернутое в снег. Я, конечно, в этом не участвовал, замечу, я не участвовал, я наблюдал со стороны и смеялся, но все же. Да, это можно назвать преступным куколдингом, конечно, но я не был соучастником напрямую, я не был соучастником. Мне было меньше 18 лет, замечу, меня за это остудить нельзя. И я искренне, и я искренне, соответственно, сожалею, что происходило нечто подобное. Я искренне сожалею, я не хотел этого делать, но до 18 лет какая хуйня только в голову не придет, прошу прощения. Интересно, как чувствовали себя люди в вагоне, когда внутрь добегал 15-летний пиздюк с натянутой на голову шапкой, чтобы его лица никто не увидел, а потом бросал в проход гигантский ком снега с говном внутри. Наверное, они думали, вот и Яндекс.Доставка приехала. Ну, в общем, я не одобрал судей. Даже сложно представить, что чувствовали люди, когда это происходило. Я полагаю, запах говна. Но это, конечно, неприятно. Да, у меня были довольно интересные, друзья, действительно. Хорошо, что мы не стали изобретать вместе с ними разные штуки для того, чтобы лучше метать говно. В голове так и рисуется картина говнорогатки или говнокатапульты. Вот это было бы неплохо, так? И прям в поезд, но нет. Это все, конечно, ужасно. Знаете, в этом есть что-то маньячное. Меня нередко называют маньяком, и мне трудно понять, почему. Наверное, потому что я людей убиваю, возможно. Ага, да. Знаете, что мне напоминают человеческие кишки? Русские горки. Вот. Помню, бегу я за девушкой, говорю. Остановитесь, остановитесь. Но она не останавливается. Она не останавливается. Наверное, потому что у меня в руке нож был. Вообще, как на том груди бегать, довольно интересное понятие. В самом деле, видишь реальные результаты этих людей. Я бы тоже, честно говоря, не остановился. Когда мы маньяки ищем свою жертву, то это называется охотой. Вам может показаться, что быть маньяком весело, но это скорее больше похоже на рыбалку. Сидишь, ждешь своего карасика, приманиваешь, используешь снасти. И тут раз, и тебе попадается мусор. Неплохо было бы покричать сейчас. Да. Честно говоря, я не понимаю, почему люди осуждают маньяков. Маньяки-санитары наших городов. А все вокруг друг друга презирают и творят друг другу зло. Есть еще и военные, которые при удачном раскладе могут убить больше, чем любой маньяк. Страшные люди. Вот бы медали вы давали за количество изнасилованных вражеских женщин. Не одобряем, кстати. Не одобряем. Не одобряем. Не одобряем. Не одобряем. Да ладно. Да ладно. Да ладно вам. Ведь вы, наверное, и сами замечали, что общество устроено принципиально странно. С точки зрения маньяка многое совсем непонятно. Вот зачем вы, люди, защищаете женщин, если их можно просто есть? У них, кстати, неплохие бедры, что ли? Кстати, к вопросу о каннибализме. Поднимите руки. Кто пробовал человеческое мясо? Странно. Почти никто. Интересно, что вы здесь делаете. Действительно. Так вот. Никогда не понимал, почему люди табуируют поедание человеческого мяса. Они буквально едят любое другое мясо, но человеческое нет. Вам сразу же скажут, что для добычи мяса необходимо убивать людей. Вообще-то это не обязательно. Человек может умереть естественной смертью перед тем, как его съедят. Ну или может умереть от несчастного случая. Ну или на войне, например. В таком случае умершлять человека совсем не обязательно. Также часто говорят, что если бы люди были каннибалами, то вымерли. Это неправда. Коровы, которых мы массово едим, не вымерли. То же и с курицами, то же и с мозгами тех людей, которые используют такие аргументы. Их же явно еще никто не съел. Сетапчик у нас сейчас пойдет. Длинный сетапчик. Готовьтесь, пацаны. Готовьтесь, девчонки. Не понимаю, почему каннибализм является сам по себе плохим. Опять же, критика чистого каннибализма. Критика чистого каннибализма. Опять же, мы вычитаем из каннибализма, как с изнасилованиями было. Мы вычитаем все дополнительные преступления. Убийство, воровство, отрубание конечностей. Вот это вот все. Если человек вот просто взял, отрезал себе ногу и дает такое, попробуй. Вот что бы не поесть, соответственно. Человек специально ногу отрезал. Почему бы и не попробовать, как говорится. Так вот. Есть проблема абсолютно такая же, как и с изнасилованиями. Но в этом же и заключается суть. Давайте попробуем себе представить акт каннибализма в отрыве от всех сопровождающих его преступлений. Возможных. Потому что речь идет о возможных преступлениях. Чистый акт каннибализма. Чистый акт каннибализма. Вот вам подали человеческое мясо и его можно съесть. В чем проблема? Прежде всего в том, что ваше воображение рисует картину нецивилизованного маньяка-убийцы. В виде вас или того, кто это готовил или добывал человеческое мясо. На самом деле каннибала может стать любой из вас. Как вы думаете, что за пирожки вы ели сегодня? Кто не может вас уберечь от пирожков человеческого? И поэтому, наверное, следует признать, что каннибализм все-таки может быть не всегда аморален, плох, не всегда может приносить вред людям. Ну, относительно пользы, конечно. Вряд ли какую-то пользу принесет. Хотя есть ситуации, когда каннибализм может быть полезен. Допустим, у вас есть несколько... Вы на войне. У вас есть несколько мертвых солдат. Нету мяса, нету провизии, нету еды. Вы держите территорию. Есть выбор отступать в леса, убегать, прятаться. Либо удерживать территорию и есть мясо погибших. Тактически выгоднее было бы есть мясо погибших. Возможно, да, если бы вы смогли продержаться таким образом, отстоять определенную сезону, да, и такое, скорее всего, не единократно случалось. Также случались акты каннибализма во времена блокады, например, и это тоже вполне обусловлено выживанием людей, особенно если кто-то, ну, умер, умер. Еды нет, поставок еды нет, да, коробки больше не поступают. Человек уже мертв. Вы либо выживете, и ваши дети выживут из-за того, что вы приготовите мясо этого человека и поедите, либо вы все умрете. То есть есть такие благие акты каннибализма, так скажем. Есть те акты каннибализма, за которые я бы, например, не накладывал никаких моральных табу. Ну, просто потому, что они спасают вам жизнь, они спасают жизнь вашим детям, там, например, да, возможно, такие ситуации. В таких случаях, конечно, осуждать вообще не приходится, ну, на мой личный взгляд, не знаю, как вам. Вот, на мой личный взгляд как-то так. Ну, давайте порассуждаем о стендапах и стриминге. То, в чем я шарю, ну, в стримах особенно, да, в стендапах-то я, как видите, хорош очень. Если вы продержались до этого времени, кстати, я вас категорически приветствую и поздравляю. Дальше смешнее не будет. Самая смешная шутка уже была. Я не знаю, понравилась вам она или нет, но она уже была. Если, кстати, угадаете самую смешную шутку, вы молодцы. А не угадаете, не молодцы. Честно говоря, да, я впервые пишу стендапы, и меня заставил это сделать донатер. Я вообще не понимаю этот жанр. Мне в среднем не смешно слушать чужие стендапы, потому что они, ну, натяжные, унылые. Я, конечно, попытался сделать такой же унылый натяжный стендап, но у меня получилось. У меня действительно получилось, я полагаю, я победил. Я собирался, я сделал, и я победил. Сетапы, панчлайны, создание шуток под шаблоны. Такое впечатление, что я ебучий робот. Честно говоря, здесь нет ничего от живого и настоящего, ничего творческого. Ладно бы, ладно, я хоть интересную тему подобрал, и то неплохо. Интересная, да, интересная для маньяков, извращенцев и шутов. Действительно, действительно очень интересная. Для нас, социофобушков, сделал отличные темы. Я думаю, нам, социофобам, о таком думать и слышать очень даже нормально и приятно. Поэтому, я думаю, да, социофобы, маньяки, убийцы и прочие насильники всем понравятся. Да уж, представьте, вы сидите, стримите, и тут вам приходит донат на создание стендап-ролика. От вечерским девушкам такие задания обычно не приходят. У них за донаты только лаж вибрирует и все. Да лучше бы у меня вибрировал, а то все эти кукинг-стримы, стендапы, лекции. Зачем? Просто засунул тебе в отверстие донатный вибратор и собираешь деньги. Реал-ток, сиквы, сиквы, балты, ребята, реально круто. Да, я помню, играл в вангеров, и ощущение было довольно похоже. Так вот, эти странные задания на стриминг, я, честно говоря, ну как, не одобряю, наверное, не одобряю. Мне приходится очень много запариваться на этот шоу. Мне серьезно, мне здесь довольно трудно все это делать. Вообще, хромакей снова настроить пришлось. Создать красивый фон, написать большой текст. Я, кстати, небольшой недобор сделал на этот стендап, надо было бы попросить побольше. Я Жадыч, Александр Жадыч, да, Я Жадыч. Тут придется двухчасовой стендап мочить. И поэтому сейчас-то импровизации много будет, потому что у меня текст постепенно заканчивается. А если будет импровизация, ну, вы знаете, это будет кринжово. Это будет кринжово, ребята, это будет очень кринжово. Ну, вы знаете, оно так и бывает. Помните, ребята, кстати, вот про тупые донаты, вопрос о тупых донатах. Помните, как вы мне задонатили на то, чтобы я забанил Василу и угрожал убить его родителей, да? А, помните? Да, вот и я не помню. Почему же мне не донатят на то, что я действительно хочу делать? Да. С другой стороны, мало ли чего я хочу. Будь моя воля, я бы часами играл в Final Fantasy и качался на гимнастических кольцах. Кто бы мне тогда донатил? Спуни? Важно заметить, важно заметить, важно заметить, что часто я на стримах освещаю достаточно спорные темы, которые многим людям могут не понравиться. Ну, например, произнасилование, каннибализм, маньячество. Замечу, что многое здесь, что было, это шутки. И когда я на стримах что-то освещаю, это тоже иногда полушуточно. Попытка доказать что-то ради доказательства. Честно говоря, я не маньяк и не каннибал и не насильник. И, там, не знаю, в брак я... Я уже в браке давно, ладно, шучу, я не в браке. Конечно, я не в браке, но какой, блядь, брак? Ну, вы посмотрите на меня. Вы посмотрите, как я хороший. Я не создан для брака вообще. Я недостаточно бракованный для брака. Более того, я отстаиваю непопулярные позиции, используя мощнейшие аргументы. А жалко, что в среднем люди довольно тупые и не понимают половину того, что я говорю. Это грустно. Вот это действительно бред. Что вы скажете, это может быть и сам тупой, а я вам скажу, блядь, вообще-то у меня кандидатская, псы. Сосать. Сосать, сука, на колени соси. Соси на коленях и смотри на мою кандидатскую. Я вот так вот буду держать кандидатскую, а ты будешь сосать и смотреть наверх и читать ее. Понял, чел? Понял. Все, запомнили. Все хорошо, все выяснили. При этом я не отвечаю по типу одного моего коллеги в духе, это что, надо объяснять. Вообще, я очень часто отстаиваю настолько непопулярные позиции, что почти всегда надо объяснять. Вот просто потому, что у меня так получается. Мне всегда приходится объяснять. Я отстаиваю непопулярные заходы. Мне думается, я все свои аргументы прояснил настолько основательно, насколько это только можно. Ну, просто потому, что я привык отстаивать непопулярные позиции. Я это почти всю жизнь делаю. Но зачем я это делаю, конечно, все равно это мало кто считает. Мало кому интересно разбираться во всех этих аргументациях, позициях и прочем говне. Вообще, люди не любят интеллектуальную деятельность, я замечу. Им просто обычно насрать на все эти интеллектуальные заебы, на все вот эти вот попытки что-то там думать, что-то там писать. Вот эта хуйня, да? Они просто хейтят обычно. Леди почему-то любят спорить, но при этом крайне не любят считать, даже когда материалы выложены в открытый доступ. Зачем, спрашивается, спорить, если вы даже позицию человека воспроизвести не можете? Ну, видимо, чтобы овнить, овнить, блядь, овнить, нахуй, ну, конечно. Мы живем в ебанутом мире, друзья, это мир наоборот. Здесь все работает наизнанку. Раньше были споры для того, чтобы выяснить истину, правильно поговорить. Сейчас у нас овнем, овнем, нахуй. Да, да, это же очень важно, пообнить. Просто заебись, просто заебись. Что может быть лучше, чем овнить, овнем, блядь, у нахуй, ну, в ебану, ну, в ебану. Ладно. Мы уже поговорили про изнасилование и каннибализм. Теперь давайте обсудим инцест. Инцест, ну, классика, что бы не инцест. Помню на одних дебатах физика Крауса у него спросили, поддерживает ли он возможность инцеста. Краус сказал, что не видит в инцесте никакой проблемы, если все это делается с должной защитой и не приведет к появлению больного потомства. Толпа наградила говорящего недовольными возгласами, но в чем он не прав? Друзья, в чем он не прав? Скажите мне, пожалуйста. Основная проблема инцеста это несовершенное потомство. Да и что уж тут говорить. В некоторых деревнях и небольших поселениях люди даже до сих пор нередко свадьбы играют двоюродными и троюродными братьями. И так было значительную часть времени истории. Но сейчас городской житель, не имеющий никаких аргументов против хорошо защищенного инцеста, только и может что одарить соперника неодобрительными возгласами. Ну правильно, пусть ему мать ебет кто-то другой. Мать, ну всякое бывает, мы ничего против не имеем. Да стоп, 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 ладно вам про мать, ладно, мать, мать это запретно, мать это святое, конечно, мать это святое. Инцест это необязательно про мать, допустим у вас есть милая сестра, и вы любите друг друга. Вы не просто любите друг друга, но и неистово друг друга хотите. У вас есть средства защиты, так что никаких детей не появится, принципиально. Никого не родится. Кто вам мешает заняться инцестом, ну кроме неодобрения глупого и отставшего от жизни общества? Ничего вам не мешает, на самом деле, понимаете? Благо инцест не наказуем. Правда, сейчас, наверное, законы защиту традиционного общества выпустят. Кстати, да, если что, все это шутки, это все юмор, да. Правительство Российской Федерации, я просто шучу. Я просто шучу, я не против традиционных ценностей. Я их более того даже поддерживаю. Я сторонник всех традиционных ценностей, я против ЛГБТ. Я против всех, против кого и вы. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста, это просто шутки. Здесь все с самого начала и до конца шутки. Так вот, это же самый простой вариант для психики и настроения. Вот взять и податься порывам, обезопасить тебя от появления детей, ну и заняться, соответственно, инцестом. И основная проблема здесь, она изживается. И новых проблем не появляется. Жалко, что у меня никогда не было сестры. Так вот, в мире, наоборот, наши моральные ценности сформированы религией, которая появилась 2000 лет назад. Ну, и там у нее предок религиозный был еще раньше. Тогда, когда еще не было такого большого количества технологий, медицины, социальных институтов. Сейчас условия полностью изменились. Те ценности, которые были актуальны много лет назад, которые от чего-то действительно оберегали и спасали общество, сейчас уже не работают и не приносят пользы. В некоторых случаях они калечат жизни и портят психику людей, заставляя отказываться их от того, что им действительно нравится. Я не говорю про изнасилование. Изнасилование мы не одобряем. Я скорее говорю о том, что людям реально нравится, например, секс. Распутная жизнь не одобряется ни у парней, ни у девушек. Но почему? Если есть все средства защиты, есть лекарства от ЗППП, есть хорошая медицина, шанс нарваться на что-то реально серьезное, катастрофическим... В общем, шанс мал, нарваться на что-то серьезное. Если вы умеете все делать, можете себя спасти, можете беречь себя. Какие проблемы? Какие у вас проблемы? Какие у вас проблемы? Какие у вас проблемы? Какие проблемы-то? Никаких проблем не должно быть. Но если у девушки было больше нуля парней, то она, конечно, шлюха. Да, не забывайте об этом, шлюха, шлюха. Да. После вас она, кстати, тоже станет шлюхой. Не забывайте, у меня было ноль парней, появились вы, и вы ее бросаете, она уже шлюха тоже. Что бы ни случилось, она шлюха. Потому что не правило играть. Завернула не туда, вот шлюха. Нравится мальчик, шлюха, живешь шлюха, дышишь шлюха. Короче, ты просто шлюха, что бы ты ни сделала. Если не ушла в монастырь, да и то и в монастыре, ты тоже можешь быть шлюхой неожиданно. Вот такая вот мораль у нас прекрасная. В современном обществе. Вообще-то. И в этом проблема. Моральные ценности прошлого не соответствуют возможностям настоящего. Сегодня люди могут получать секс бесконечным потоком 24 на 7. Если у них есть ресурсы и время. Секс это приятно, расслабляет, делает хорошо и тонизирует. Человек, который ограничивает себя в сексе, чаще всего делает себя только хуже. Здесь я согласен с Фрейдом. Сексуальные ограничения, которые человек накладывает сверх своих потребностей, реально могут привести к проблемам. Например, к разного рода извращениям. Ну как иначе появились куколды? Марго, Марго не куколд, ребята. Вы не куколд, мы вас уважаем. Мы знаем, как вы поступали в разных ситуациях. И я, как кандидат юмористических наук, кандидат философских наук и даже уже медицинских, наверное, наук, да, кандидат тоже. Я, в общем-то, авторитетно заявляю, что убер-маргинал не куколд, друзья. Не куколд. Все. Штамп поставлю. Не куколд. Запомнили. Так вот, у нас есть целый мир, в котором имеется очень много разных моральных ограничений, которые берутся из древних традиций. Когда-то давным-давно, возможно, они помогали обществу выживать. Но сейчас чаще всего эти ограничения бессмысленны. Ну действительно же бессмысленны. Ну действительно же бессмысленны. Например, если вы любите вкусно и сытно поесть, это не значит, что вы совершаете что-то плохое в современном обществе. Это раньше ваши большие аппетиты могли стоить жизни другим людям. А сейчас что? Ну что сейчас? Причем я замечу, что относительно такого греха, как чревоугодие, чревоугодие, ну угождать своему чреву. Если вы почитаете разные православные тексты, вы обнаружите, что это не только обжорство. Обжорство это часть чревоугодия. Это также и поедание той еды, которая вам нравится. То есть вы едите еду не для того, чтобы насытиться только лишь. Потому что вот негреховным считается именно такой объем еды. Такой объем еды считается негреховным, который при этом всем только лишь вас насыщает. Если вы больше насыщенности вашей, больше насыщения принимаете, вот вы утолили голод, если вы едите больше, это уже попахивает таким грешком. А если вы едите еще ради того, чтобы вкусовые ощущения какие-то получить, это тоже негативно. То есть вы едите еду, потому что еда представляет для вас ценность. Вы привязываетесь к еде. Вы складываете у себя, соответственно, определенные интеллектуальные, духовные стереотипы о еде, которые вам непосредственно мешают. И это, конечно, христианами не осознает. Ну, как мне это вообще может нравиться. Так вот, есть люди, которые не являются христианами и, соответственно, одобряют христианскую мораль. Что они обычно говорят, давайте послушаем. Так вот, сторонники этой ебанутой морали, в которой у них нет Бога, который все это завещал, я имею в виду атеистическую мораль, которая защищает христианскую мораль. То есть у христиан все понятно, Бог завещал, у них там вся эта система, она прописана, понятно, от чего что отвлекает, но это не ебанутая, это хорошо. Но в случае с атеистами, те же самые стереотипы моральные, они оказываются ебанутыми, потому что поддержки у них нет. А что они, а как они пытаются поддерживать? У них есть совсем ничтожная поддержка в духе. Сторонники ебанутой морали скажут, что от еды ты толстеешь, потому что много есть вредно. Ну что еще ждать от этих тупых идиотов? Ну они же, блядь, они тупые просто. Ну чтобы такой аргумент использовали, надо быть очень тупым человеком. Очень тупым человеком. Так вот, во-первых, друзья, давайте знакомиться с людьми. У людей разный обмен веществ. Некоторые будут толстеть даже при незначительном насыщении. А некоторые могут себе позволить впихивать в себя сладости почти бесконечно и иметь идеальную фигуру. Что скажете, друзья? Что вы на это скажете? Во-вторых, существует такая вещь, как физические нагрузки. Представляете? Вот это да! Открыли физические нагрузки здесь. Представляете? Если вы спортсмен или занимаетесь физическими нагрузками, то вы будете хотеть есть очень много. И даже сверхмеры хотите будете есть, вам это будет нужно, чтобы мышцы ваши, собственно, росли. Для вас есть больше, чем вы насыщаетесь, полезно и нужно. И иначе никак нельзя, иначе вы просто зря тренируетесь. Проснитесь, друзья, проснитесь. Причем здесь мораль, если еды в нашей стране достаточно много и распределяется она не по талонам. То есть вы не можете взять и украсть чей-то талон, и кому-то еды не достанется. Вы просто берете еду, вы покупаете еду. Если вы не купите эту еду, ее не станет меньше, ее не станет больше. Кому-то не достанется лишняя порция, если вы ее не купите. Во многих капиталистических странах слишком много еды, она портится, успевает даже. То есть люди производят слишком много еды, и еда распределяется не по принципу того, голодаете вы или нет. Просто же, да? То есть от того, что вы будете много есть, или не будете много есть, не зависит практически ничего. Но относительно собственного здоровья и еды. Тут много индивидуальных особенностей, которые следует учитывать, принимая решение об обжорстве. Хотите вы много поесть? Ну, можно. Не, ну конечно, если вы ебанутый, вы едите много сладкого, когда у вас диабет. Ну, 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 нет, ну даже в таком случае у вас есть возможность решать, готовы ли вы мириться с последствиями. Например, с ужасной и болезненной смертью. Вы решаете, вы решаете даже в случае диабета. Но, но, ну, конечно, это будет не совсем рационально, наверное, не совсем хорошо. Ну, вот, но все-таки, все-таки, даже здесь вы решаете. А почему вам не в большинстве? Есть такие ситуации, их немало, когда, в принципе, человек может потреблять много разной еды. Много вкусной еды в том числе. Много сладостей даже есть. И у него не будет очень большого количества проблем. Тут многое зависит от индивидуальных особенностей человека. Но почему-то у нас в мире бывает обжорство порицается. Мир сейчас действительно перевернут с ног на голову. Все совсем не так, как должно быть. Почему как-то вообще должно быть интересно? Ну, я здесь акцентирую внимание на то, что в морали, ну, я скорее склоняюсь к тому, что мы должны стремиться к бритве окома. То есть не умножать моральных запретов без необходимости. Чем больше нелепых моральных запретов, тем хуже для общества в целом и каждого отдельного его представителя. Универсальные запреты на те или иные дела имеют смысл только тогда, когда дела универсально плохи для всех. Вот и все. Слишком просто. Изи. Изи-бризи. Что может быть проще, ребят? Что может быть проще? Вот действительно, чем меньше моральных ценностей у вас, тем лучше жить. Должны остаться только необходимые моральные ценности, я бы так сказал. Но, конечно, моральные ценности для каждого человека, они будут разными. Необходимые моральные ценности будут разными. Для христианина это те моральные ценности, которые изложены в его религиозных текстах и в трудах, соответственно, допустим, отцов в церкви, комментаторов в Библии, допустим. Вот у них действительно будут необходимые моральные постулаты. Ну, например, для атеиста это уже будет не необходимая вещь. Абсолютно не надо. Это не необходимо. От этого легко отказаться. От этого нужно отказываться. Не нужно умножать моральных табу, которые ни на чем не базируются и не строятся. Это только уплажняет вашу жизнь. Вы не верите в Бога, значит, вам Бог не завещал тех или иных моральных ценностей. Следовательно, вы должны отстаивать позицию, в рамках которой эти ценности не должны табуироваться. Все. Конец. И опять же, к вопросу об обжорстве и прочих других вещах. Дело не в том, что вы разрешаете обжорство и поощряете обжорство, говорите, едите сколько хотите. Нет, вы просто перестаете это табуировать. Вам просто на это плевать. Ну, едят люди и едят. Не едят, ну и не едят. Есть определенные эталоны красоты. Если человек может быть здоровым и соответствовать тем эталонам красоты, которым он хочет соответствовать, почему бы ему не есть сколько он хочет? То же самое можно и сказать про человека больного. Если человек полностью осознает, что поедание того или иного блюда делает ему хуже, ну, это его проблема. К сожалению, это его проблема. Пусть он сам имеет дело со своей жизнью. Ну, ребят, ну просто серьезно. Если вы морально осуждаете человека за его выбор, который никому не вредит, включая его самого, то это вы, конченый мудак, и вам следует пересмотреть основание своих моральных ценностей. К сожалению, большинство моральных ценностей, они никому не вредят. К большому сожалению. Да, то есть большинство тех ценностей, которые проповедует христианство, вне христианства не наносят никому никакого вреда. Сексы разные, там, не знаю, обжорство, гордыня, даже гнев не всегда вред приносит внешним людям. Гнев может быть саморазрушительным. А если человек сам себя разрушает, да и то не всегда гнев самого человека разрушает. Гнев иногда мотивирует. И очень часто гнев мотивирует. Гордыня мотивирует очень сильно людей. Большинство поэтов и писателей, они те еще гордецы на самом деле. Ну и ввиду этого, конечно же, хочется сказать, что те моральные ценности, которые были завещаны христианами, нам, атеистам, там, не знаю, скептикам, агностикам и так далее, они устарели для нас. Они на нас не должны работать. Они не могут на нас работать. Мы должны приедуться к другим колесам. Иначе мы просто портим качество своей жизни. Мы делаем ее скучнее, грустнее, наполненной, менее наполненной разными, в общем-то, интересными, замечательными вещами. Мир, наоборот, он поражает своей глупостью. Он невероятно нелеп во всех своих проявлениях. И мы создаем этот мир сами. Это мир, наоборот. Это мир, наоборот, в котором за одно изнасилование человека могут посадить в тюрьму на 6 лет. Это мир, наоборот, в котором люди в браке подставляют все свое имущество и в итоге могут, в общем-то, лишиться своих детей, при этом оплачивая на них элементы. Это мир, наоборот, в котором каннибализм во всех формах является морально порицаемым. При том, что, ну, на самом деле, если мы берем чистый каннибализм, что в нем такого плохого-то? Что реально в нем плохого? Человеческое тело, просто тело. Тело, лишенное всякой жизни. И там мясо есть, его можно есть. Что в этом плохого, соответственно? Особенно, если ситуация вынуждает. Вот как-то так. Мир, наоборот, он категорически страшен. Мир, наоборот, категорически разрушителен. Мир, наоборот, делает нашу жизнь намного хуже. И этому и посвящен наш стендап. Да, много в нем было всяких гипербол, я признаю. Многое мы переборщили. Я отстаивал не те позиции, которых я, на самом деле, придерживаюсь, как и на стримах я обычно делаю. Я думаю, вы об этом тоже знаете. И, честно говоря, многие те рассмотрения, которые я здесь проводил, ну, вы можете их попробовать оспорить. Вы можете попробовать их пересмотреть. Это был интеллектуальный стендап, да, во многом интеллектуальный. Бросающий вызов интеллектуальный по количеству аргументов. Аргументов здесь было много, действительно. Если вы проанализируете этот стендап на количество аргументов, вы их обнаружите немало, если вам очень сильно закончится. Вот такие вот жизненные истории. Вот такие вот жизненные истории от Александра Шадова. Я надеюсь, вам это очень сильно понравится. Я надеюсь, вы зайдете к нам еще на наши стендапы. Спасибо вам большое за то, что присутствовали здесь. Спасибо большое моим зрителям. Спасибо большое заказчику. Больной ублюдок. Ты больной ублюдок. Вот ничего больше добавить не могу. Но я тебя люблю, больной ублюдок. Я тебя люблю. Я люблю вас всех, друзья. Мое сердце каннибальское. Каннибалическое сердце, оно бьется. Бьется вот так вот. И я желаю вам всем удачи. Я желаю вам всем счастья. Я желаю всем здоровья. Друзья, друзья. Я вас всех люблю. Я вас всех дико люблю. Я вас всех дико люблю. Приходите ко мне на стримы. Вы услышите то же самое. Ну, слушайте, абсолютно то же самое. Без шуток. Без панчей. То же самое, но без панчей. Я не знаю, увидели вы панчей здесь, не увидели вы панчей. Это мой первый заход в стендап. Прошу меня не винить. Это первый донат на такое дело. Я надеюсь, больше таких донатов не будет. Я понимаю, что многое было ужасно. Многие заходы были отвратительны. Я искренне понимаю, что я проебал кучу возможных шуток. Я отлично понимаю, что во многих вещах я обосрался. Я также понимаю, что, наверное, может быть, я как-то на грани с точки зрения современных законов даже где-то выступил. Еще раз в конце стендапа я попытаюсь вам сказать, что я не распространяю информацию о каннибализме, не оправдываю маньяков, не оправдываю насильников. Я просто обсуждаю законы. Это не оправдание. Это обсуждение. Это обсуждение того, как законы должны быть устроены. Просто потому, что мне кажется, многие вещи в законодательствах разных стран, они несоразмерны тем преступлениям, которые происходят. И мне кажется, надо регулировать ситуацию со сроками просто категорически. Это действительно серьезная проблема. Ну, то есть, ну, опять же, да, опять же, те же изнасилования, те же вписки. Ну, может быть, здесь имеет смысл морально презирать человека, который воспользовался девушкой на вписке. Действительно возможно. Но морально презирать, там, и штраф с него взять в несколько тысяч рублей, допустим, это одно дело. Другое дело 3, 4, 5, 6 лет. Решение свободы по очень плохой статье. Причем строгого режима. Ну, опять же, тут еще строгач сверху, в общем-то, добавляется. Это все страшно. Вот это куда более страшно, чем самоизнасилование. Один акт изнасилования против чего-то вообще колоссально жесткого. Мне кажется, это несколько странно. Мне кажется, это несколько странно. И вообще многое в законах несколько странно. Не только в наших российских, в мировых законах. Многие вещи, которые существуют в мировых законах, мне кажется, они просто, знаете, придуманы по типу «Ой, ну я, блядь, так никогда не поступлю!» «Ну я, я так никогда не сделаю!» «Давайте, ебнем 8 лет!» «Ебнем 8 лет!» И в этом действительно какая-то проблема. При том, что другие законы, они как-то даже друг с другом плохо соотносятся. Мне кажется, это немножко непонятно. Да, сейчас идет импровизация, друзья, импровизация. Финальная импровизация. Ну, готовьтесь, кушайте. Кушайте, кал. Я не буду кушать, ребята. Хрум-хрум, говна, сейчас вы навернете, я вам обещаю. Мне до двух часов надо дотянуть, и я сейчас буду вас, короче, мурыжить, блядь, своими шутками импровизационными. Но тема-то серьезная, на самом деле. Тема категорически серьезная. Потому что люди буквально страдают. То есть страдают мужчины. Страдают мужчины. А страдают больше, чем должны были бы страдать, если бы наказания были за другие статьи. Вообще, я вообще сторонник тотального снижения сроков по большинству статей, кроме, наверное, убийства. Мне кажется, вот убийство, это самое жесткое, что можно придумать вообще в принципе. Все остальное поправимо, все остальное исправляется, там, я не знаю, походами к психологу, лечением и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ладно, есть еще тяжкие. Нанесение тяжкого вреда, который действительно может быть непоправимо, ну, на него тоже можно карать как-нибудь соразмерно. На мой взгляд, именно проблема заключается в том, что наказание абсолютно несоразмерно происшествию. Чаще всего, в большинстве случаев. И это меня, конечно, лично поражает. Более того, несколько даже поражает тот факт, что некоторые вещи заранее непонятны. Ну, вот, например, 99% мужчин, ну, давайте, 90% мужчин никогда в жизни не будут классифицировать, вот, перепихон на вписке, как изнасилование. И в этом проблема, да? То есть, да, конечно, незнание закона не освобождает от ответственности, но, на мой взгляд, в большинстве случаев должно освобождать. Например, в случае такого вот изнасилования, в кавычках изнасилования. Потому что, серьезно, люди не знают, что это может классифицироваться как изнасилование. Если бы знали, они бы так не поступали. И в таком случае просто молодой человек, лет так, это, к 18, может залететь в тюрьму, не совершив ничего плохого, по своему собственному мнению. Он может не знать, что вот это вот так вот запрещено вообще-то нехорошо, и, ну, может быть, он догадывается, что это нехорошо. Но одно дело это, знаете, нехорошо, а другое дело это, когда, ну, настолько плохо, что ты летишь в тюрьму на три года. Вот разница, да? Твоя жизнь испорчена нахуй, у тебя срок, ты не можешь потом после этого срока нормально на работу устроиться, вся твоя жизнь попущена, уничтожена, испущена в унитаз. Хотя, возможно, еще все эти три года без остановки насилуют в Папчанске дополнительно. Вот как-то так. Вот как-то так. И дело даже не в том, что многие люди могут ответить, ну, действительно, надо наказывать жестче за то или иное преступление, чем само преступление, чтобы люди его не совершали. Ну, настолько ли жестко наказывать? Настолько ли жестко наказывать? Это первый вопрос. Ну, и тогда надо очень серьезно подходить к оповещению людей о том, что те или иные вещи действительно запрещены. Потому что иначе, ну, люди могут просто не знать, что там вот в головах вот этих вот куколдов, принимающих законы, и феминисток всяких, которые тоже влияют на принятие законов. Всяких там женщин, которые, вот, вот, которые хотят защитить свой вагинокапитал, так скажем, да, как говорит Поднебесный. Ну, это просто страшно, просто страшно жить в мире, в котором есть законы, которые буквально могут ударить по твоему полу, буквально, буквально бьют по твоему полу без остановки. И относительно мужчин, это так, многие законы, больше, большее количество законов бьют скорее по мужчинам, чем по женщинам. Женщины долгое время боролись за равноправие и боролись за свои права. И они отвоевали очень много прав. У них очень много прав. У них больше прав, чем у нас, мужики. Более того, в любой момент они могут развестись с вами. Могут все, что угодно сделать. Вам, у вас нет никаких гарантий, в общем-то, по жизни. И вы живете в очень серьезной, в очень строгой, в очень опасной системе. Это страшно. Это страшно жить в такой системе. Это отвратительно. Вы в ловушке, друзья. Вы все в ловушке, мужчины. Женщины-то нет, женщины-то. Женщины, поздравляю, а всем остальным соболезны. Ну и, соответственно, в нормальном мире такого происходить просто не должно. В нормальном мире все должно быть совсем иначе. Ну, в мире равенства. В мире равенства. В мире равенства неплохо бы с элементами как-то переработать законодательство, например. Потому что там ужасные законы. Просто антимужские ужасные законы. Относительно брака надо переработать законодательство. Ну, вообще все пустить по договорняку. Просто все должно, весь брак должен держаться на договорах и никак иначе. И никакой возможности у партнера обойти договор быть не должно. Потому что в современной российской практике можно обойти даже договор. Вот, вот, вот вы подписываете договор, у вашей жены есть ребенок, и суд все равно может принять решение. У вас, у обоих есть ребенок. И вообще-то вы зарабатываете в 10 раз, в 1000 раз больше, чем ваша жена. Но ребенок все равно с ней останется. И она получит часть вашей собственности. Похуй на договор. Как-то так. Мы живем в страшном мире, где нас наебывают. Мы живем в страшном мире, где все наоборот, где все неправильно. Мы живем в мире, где какие-то подростки могут забежать в электричку и бросить туда говно. Страшный мир. Страшный, ужасный мир. Ужасный мир наоборот. Вот. Благо, 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 да. Благо я не кидал тогда говно, ребят, если честно. Мне даже не стыдно, честно говоря. Мне не стыдно. Мне совсем не стыдно. Я полностью уверен в том, что я поступал правильно. Просто смотря. И не выступая в этом всем. Друзья. Продолжаем, продолжаем стендапить. Это уже импровизационная, в общем-то, часть. Я надеюсь, вам нравится наша импровизация. Импровизация. Я надеюсь, это было реально не слишком уныло все. Потому что это, скорее всего, было очень уныло. Прям мега уныло, скорее всего, было. Но! Но! Я надеюсь, не настолько уныло, как мне кажется сейчас. Я над этим текстом несколько дней все-таки работал. Я старался. Я пытался сделать этот текст интересным. Да-да-да, вы многое уже слышали на стримах. Да-да-да, что вы хотели еще от меня? Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это все равно лучше, чем Долгополова, я считаю. Ну, простите, ребят. Я посмотрел несколько стендапов еще до того, как писать текст. Ну, там, ну, совсем, блядь, не смешно. Ну, там же, ну, блядь, если это не смешно, то и там так только же не смешно. Я уверен, я выполнил все каноны стендапа, блядь. Я победил, блядь, я уверен. Я уверен, все нормально, я уверен. И когда вы будете это смотреть, пару раз вы улыбнетесь за весь, в общем-то, стендап. Не то, что у Долгополова, например. Я уверен. Я уверен, у вас может получиться. Соответственно, я очень надеюсь, что у вас получится улыбнуться. И тогда я буду лучшим стендапером в России, возможно, сразу же. Сразу же стану лучшим стендапером в России, несмотря на то, что это было пиздец, как уныло. Ну, ну, а что делать? Ну, а что делать, когда конкуренты еще более унылые? Ну, как-то ты побеждаешь автоматически. Жизнь, она такая вот несправедливая штука. Несправедливая штука, согласитесь. Да. Ну, что, мы еще какого-то этого Сергеева, блядь, смотрели, помню. Тоже ебануться, какая скучная хуйня. Я, честно говоря, не понимаю, как эти стендаперы хоть что-то вообще, не знаю, деньги получают. Кто на них вообще ходит? Ребят, вы что, серьезно ходите на стендап? Если вам этот стендап зайдет, вот серьезно, вы, во-первых, больной ублюдок, конечно. Это во-первых. Но, во-вторых-то, ну, блядь, ну, то есть, серьезно, мне за стендапы никто не платит. Правда, этот стендап не оплатили. Ну, мне не платят столько денег за стендап, сколько всяким долгополовым, хуеполовым и так далее. Я просто простой парень. Я простой кандидат наук. Вы понимаете, да? Я простой кандидат наук. Ну, и ввиду этого, ну, просто обычный кандидат наук из обычной шарашкиной конторы из ПБГУ. С ПБГУ кандидат наук, вообще-то. Да, я здесь, ребята, я здесь. Здравствуйте. Так вот. Какой-то обычный чел, короче, с улицы шутит, может быть, лучше, чем долгополов. Think about it, real talk, ребят, real talk, real talk. Я не знаю, вы, наверное, охуеете после последнего этого обсуждения. Ну, короче, платите деньги мне. Вызывайте меня на концерты. Я буду давать вам стендапы, буду выходить на сцену и так вот. Шутки про мамок. Шутки про мамок. Я готов. Следующий стендап, если вы мне заплатите, будет называться «Я ебал вашу мать». И на сцену приходите с матерями. С матерями приходите. С матерями приходите. И я буду их ебать за ширмой. Как вам такое? Как вам такой стендап? Стоя, конечно, стоя. Ну, чтобы стендап был, буду стоя ебать ваших матерей на сцене. Как вам такое? Как вам такое, ребят? Как вам такое? Нет, ну, слушайте, ладно, ладно, ладно. Слушайте, вы ходите к долгополовым, наверное, всяким. Там смотрите их стендапы. Вам просто трут и трут в лицо. Просто трут и трут в лицо. Ну, хуйняж полная. Приводите лучше матерей. Так веселее будет. Серьезно. Серьезно будет лучше. Будет намного веселее. Обещаю. Обещаю. Вот, короче, вот такая вот прожарка от Асминога произошла. За последнюю презентацию мне стыдно, конечно, в конце. Да. Ну, да, ну, да, ну, да. Да, я мудак, ребят, я мудак, я знаю. Я знаю, что я мудак. Я знаю, что женщины, которые это посмотрят, охуеют в 90% случаев. У феминистов жопа сгорит. Просто клянусь мамой, клянусь, жопа сгорит. У всех сгорит жопа. Это все, конечно, понятно, ребят. Это все, безусловно, понятно. Я, конечно, осознаю, что я наделал очень много странных, в общем, высказываний, которые много кому не понравятся. Ну, это же я, Александр Шадов. Мы на этом, собственно, и живем. Мы на этом, собственно, и живем. Мы, мы, три скобочки, на этом живем, да? Кто мы? Мы, да. Да, мы, соответственно, да. Жалко, что нельзя обсуждать некоторые другие темы, которые тоже запрещены законодательством. С удовольствием бы обсудили бы, было бы очень актуально, но, к сожалению, не сегодня. Не сегодня, друзья. Не сегодня. Ага, как-нибудь потом, как-нибудь потом. Ох, 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 ох. Ну, слушайте, не, нормально, нормально, нормально. Я думаю, я думаю, мы затащили, я думаю, мы затащили. Я думаю, мы затащили эту игру. Мы победили в этой игре. Мы победили этого вяча. Вяч думал, что он крутой. Вяч думал, что это заказчик. Вот это тот самый больной человек, который заказал нам стендап. Мы его сделали только что. Я думаю, он засмеется. Он будет ржать весь, короче, этот стендап, а потом скажет нам, было не смешно. Я хочу деньги назад. Сука. Да, он так и скажет, 100%. Шата, верни деньги. Шата, это хуйня, верни деньги. А я не верну. А я не верну. А я не буду возвращать деньги. Я не возвращаю деньги. Вы знаете. Я делаю, что хочу. Я гуляю сам по себе. И деньги я не возвращаю никогда. Потому что я жадыч. Потому что я вот крут. Друзья, давайте поаплодируем. Я подпишусь очень, очень, очень. Да, друзья, поаплодируем мне. Спасибо мне большое. Я в общем постарался. Я кланяюсь перед вами. Я кланяюсь. Спасибо всем, кто смотрел этот стендап. Стандап. Это мой стенд вышел. Стенд, и такой... Урю, 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 урю. Да, всё хуйня пошло. Пошло просто хуйня. Шутки из Джоджо. Шутки из Джоджо. Мое почтение. Ага. Да. Интересно, какой бы у меня был стенд, если бы я был Джоджо. Джоджо, Джоджо. я буду спидвагон хотя у нас есть пидвагон друзья так что тут такое ну что мои маленькие любители стендапов прожарка от осьминога закончилась и я люблю вас и я буду с вами до конца ваших дней вы будете пересматривать эту хуйню вспоминать сколько же хуй его можно делать стендапа ты вообще любого человека пересмотреть тем самым ощущением конечно же так что я вас не осуждаю что вы здесь и чтобы смотрели даже до этого момента нет хотя если вы до этого момента смотрели у вас реально обсуждаю конечно это слишком много в как бы больной ублюдок вы больной ублюдок уваженную но я ничего не имею против больных ублюдо я вполне и на стороне больных я вас понимаю больные больные ублюдки то с вами понятно вы замечательные люди я вас люблю вы меня нет спасибо дед лучи добра лучи цвета лучи изнасилований лучи каннибализма лучи говна я вам отсылаю на прощание спасибо вам большое за то что вы ведь ходе смотрели лучи говна вот он снежок беру снежок и кидаю вас лучами говна там просто в лицо вам вам все пока